Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку. Действительно маленькому. И что мы видим на Петроградской стороне? Вот сидит покровитель нашего города Петр с ключами в руке и смотрит куда-то вдаль. А смотрит он на наш маленький, прям маленький городок. Эта выставка называется Петербург в миниатюре. Недалеко от Горьковской, где-то минут 15, вот он, покровитель нашего города, с ключами сидит. Задумчиво смотрит на город наш. Так вот, около Горьковской, метро Горьковской, минут 15, наверное, таким заплетающимся шагом, если идти, приходим и к выставке. Называется Петербург в миниатюре. Здесь есть Адмиралтейство, Петропавловский собор, Казанский собор, Исаакиевский собор, Бижа, Стрелка с колоннами, с растральными, Инженерный Михайловский замок, Спас на крови, Дворцовая площадь, Здание Сената и Сенота. Все эти здания сделаны из металла, Кажется, из бронзы, я не очень здорово разбираюсь, В масштабе 1 к 33. Сделано все это дело художником Тартыновым, Совместно с Газпромом. Ну, я так понял, что заслуженный художник Александр Тартынов, Его идея не воплощение, Ну, а Газпром, наверное, финансировал все это дело. Действительно интересная выставка. То есть, собственно говоря, Показаны все наши главные достопримечательности Нашего города, города Санкт-Петербурга. Моего маленького, красивого городка. Растрелли, Росси, Трезини, Монферран, Тамаде Тамон, Воронихин, Захаров, Баженов. Вот они, главные наши зодчие. Кстати, здесь есть скульптурная группа. Все они сидят, находятся, точнее, за столом. И один стул свободный. Вот за этот стул можно сесть И сфотографироваться вместе с этими знаменитостями. Ну, вот он, Исааки, к примеру. Действительно, очень красиво все сделано. Все в миниатюре. Очень много людей там гуляет. Было лето, поэтому... Когда я снимал... Поэтому... Было много людей, детей. Все ходили, можно потрогать что-то. Говорят, что когда это сделали, эту выставку, конечно, нашлись идиоты, невменяемые, которые начали что-то откручивать, отвинчивать. И даже некоторое время эта выставка охранялась. Но сейчас вроде как... Вроде как и не охраняется. Хотя... Ну, хватает. У кого-то... Да, во всех городах хватает невменяемых идиотов. И неудобно мне называть их более такими жесткими. Вот. Поэтому... Очень красиво, здорово. Вот спас на крови. Когда я смотрю на спас на крови, я вспоминаю, сколько лет все-таки он реставрировался. Это же ужас. Я был еще маленьким, а его все реставрировали. Как не приедешь на Невский, а его все реставрируют, реставрируют, все в лесах. И буквально 2-3 года, может, 4, я уже не помню. Наконец-то леса сняли. И когда идешь по Невскому, смотришь, стоит красавчик такой. Конечно, те, кто не был в Петербурге, тому, наверное, может быть, даже и рекомендуется посетить эту выставку. Это интересно посмотреть. Сначала в миниатюре, а потом посмотреть пофактически. Ну, это же здорово, да? Посмотреть детальную какую-то скульптуру. К примеру, инженерного замка. Вот сейчас было. Да, а потом посмотреть на его, какую он. Это, по-моему, здорово. Интересно. Да вообще все интересно. Любые скульптуры, скульптурные композиции, они интересны. Кто-то их делал. Вот он, святой покровитель. Смотрит. А люди ходят, фотографируются. Вот раз у арки главного штаба может фотографироваться. А почему нет посидеть? Даже ко ней может потрогать колесницу, которую там. Столб наш с ангелом. Вот ангел можно на раз и по голове потрогать. Это же здорово. Ну, собственно говоря, наверное, больше ничего говорить не буду. Так все ясно. Вот посмотрите, кто досмотрит. Там в конце сюжетика будет как раз. А вот она, скульптурная группа. Растрелли, Росси, Трезини, Монферран, Тамада, Тамон, Воронихин, Захаров, Баженов. Вот они все здесь сидят. Ребята, есть свободный стул и можно сфотографироваться. Вот, пожалуй, и все, что я вам хотел рассказать. Всем пока, всем привет. Будете на Петроградке на Петроградке около метро Горьковская. Около летающей тарелки так называют еще метро Горьковская. Вот, выйдете, пойдете направо, пройдете минут 10 и наткнетесь на эту выставку. Походите, очень интересно. А потом можно медленно-медленно вписаться в стул. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Вот, показал вам маленький сюжетик на моем маленьком городке. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok